от любви до ненависти всего один шаг мы часто слышали эту фразу которая относилась к тем или иным событиям а вот в плане часов в плане нашего часового хобби если применить ту самую известную фразу как это будет выглядеть и как может так случиться что одно время мы очень хотели какой-то бренд какие-то часы купить и добавить себя в коллекцию либо просто там носить каждый день а в какой-то момент вот все это растаяло и пришло какое-то огорчение разочарование и мы уже даже абсолютно не любим этот бренд и эти часы вот бывало ли у вас такое у меня такое бывало несколько раз и два случая которые вот со мной приключились с такой сначала любовью часовой потом ненавистью я вам сегодня расскажу такое экспериментальное видео надеюсь вам будет это интересно потому что тема знаете такая нетривиальная я посмотрел на просторах ютуба и не увидел чтобы кто-то снимал вообще подобную вещь может быть плохо искал не знаю но сегодня мы поговорим с вот на эту нетривиальную тему с одной стороны насколько вы согласны с этим и было ли у вас такое напишите сразу вот в комментариях прежде чем я беру к примерам может быть или после напишите вот вы страстно желали и хотели заполучить какой-то предмет часовой быть может не знаю ли автомобиль какой-нибудь да но у нас часовой канал вот что-то а потом как рукой сняла вот или не просто как рукой а даже тебя теперь раздражает это это вещь или этот бренд допустим ну что давайте я просто приведу свои два примера и потом в комментариях с удовольствием послушаю ваши примеры кстати сразу заранее извиняюсь немножко этот подпродула в петербурге на неве поэтому могу где-то сопеть хрипеть но вот как только чуть восстановился для вас утром воскресенье записываю это видео поэтому авансом поставьте мне лайк и напишите комментарии за старание и желание с вами поделиться тем более тема очень нетривиальная очень интересная как мне кажется и так ну давайте кратко я приведу первый пример я уже о нем говорил в видео про свои главные ошибки в часах я оставлю на него ссылку там был на заставке леонардо дикаприо с часами так хор и я среди прочего среди этом винтажных часов покупки хоможей подделок и так далее также рассматривал пример стак хойер карьера как вариант ошибки потому что когда мне было там совсем немного лет я не помню ну может быть 17 до может быть 23 лет наверное так хор были моими любимыми часами вот просто была и реклама как-то и вот эта вся ассоциация карьера вау монако это же такие очень крутые вещи отдаленно где-то я как бы понятно что это не 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 был настолько в теме но я просто очень сильно проникся этой истории и когда я купил себе первые первую серьезную подделку часовую там за 100 баксов примерно это были как раз вот эти часы так хойер гран карьера калибр 17 вот таким вот образом они выглядели большой хронограф 43 миллиметра стали соответственно копия была очень близка к оригиналу потом показала практика и вот я довольны в них ходил в этих часах я помню я приехал в гости тогда еще в питер к другу и показала моде часы а у него были стальные по-моему люби калорные нет по-моему бикалорные были карте калибр тоже большие такие шайба и он смотрел на эти часы готовки классные часы я уже потом признался что это подделка но он говорит они такие тяжелые так классно выглядит что он видел не раз там такое и очень похожи но на оригинал вот и суть в чем что я знал что есть ролик с я знал что есть омега на это не денег не было не понимание как это что потом уже времена изменились и это подделка у меня сломалась там через какое-то время и потом когда появились первые какие-то адекватные денежки я пошел и купил подобные часы был такой карьера и принципе был супер довольны хотя еще раз на моем небольшом запястье чуть меньше 17 сантиметров они ну смотрелись очень громоздко на самом деле некрасиво и были ну ну по-дурацки не смотрелись шайба гигантская кстати на вторичном рынке да вот если мы обратим внимание ритейл последние 6 600 баксов на эту модель на вторичном рынке мы видим что они отъезжают достаточно серьезно 1900 там 2 400 но я скажу честно что можно их найти вот ну ниже 2000 достаточно легко но у проблем как говорится вот подобные вот эти варианты достаточно здесь я не думаю что в этом есть какие-то проблемы там соответственно базовые механизмы но мы сегодня не об этом да я не буду в очередной раз чехвостить такое потому что это уже давно модно и все этим занимаются и у меня были видео где я там говорил что не люблю в принципе такое не в том же рейтинге часовом но сегодня видео не об этом а видео о том что под другим углом да что я очень любил такое и когда я начал погружаться в тему когда у меня появились денежки на первые серьезные часы и я начал там все премиальные бренды потом какие-то высокого класса часы я понял что такое тот который я вот раньше хотел на каком низком уровне он достаточно стоит и что эти часы они даже 2000 долларов не стоят не то что 6 600 и пришла вот эта ненависть которая выливает выливалась каких-то видео или в каких-то там разговоров с людьми что ты говоришь блин а у тебя идет именно такое разочарование что ты до этого ведь был влюблен в так хойер такое карьер это очень хотел эти часы ты их не получил потом сначала через подделку потом через оригинал а потом ты вот узнаешь ряд моментов что такое хойер было раньше потом что их поглотил так сделал так хойер что начали удешевлять все это делать более масс-маркетом ставить базовые этажки и так далее так далее и ты понимаете тебя приходит разочарование то же самое у меня было с монако я скажу честно что в каком-то я уже честно не помню какой год но вот я я был за границей мы вот с моим братишкой сидим там общаемся и он говорит виталий давай с ебэ закажем вот копии монако классная тема а у меня уже тогда была копия вот карьеры и я говорю блин антоха супер крутые часы надо конечно заказывать и что-то мы там завозились что-то задумались и в итоге он мне заказал не не монако подделку а веб-камеру как показала практика это было выгоднее инвестиция выгоднее сделка чем купить за не помню там от 65 баксов было до 130 по-моему вот эти копии такое монако и вот я помню смотрел на эти часы год уже не я не буду вас обманывать я не помню честно какой-то был год я я смотрел и говорил боже да это самые красивые часы вообще в истории человечества а вы слышали историю монако и пошло-поехало но потом я говорю начинаешь разбираться понимаешь что к чему и приходит разочарование и какое-то огорчение и возможно вот любовь сменяется какой-то ненавистью которая потом и выливается вот эти разговоры что такое это гетт да и в рейтинге и ставишь на уровень мусора к примеру хотя последние два года вы помните из моих предыдущих видео я признался что действительно та ситуация которая сейчас в концерне луи виттон мэтт хеннесси происходит и что они взяли за часовое подразделение и те инвестиции эти правильные шаги как и они сейчас сделают в плане тага и вот последний их там тот же шкипер и вот эти глаз бокс или как они там называются вот последние хронографы каррера прекрасные уже варианты не знаю стоит ли это там шесть с хвостиком тысяч долларов но как вариант на вторичке 45 возможно и это неплохие хронографы уже на более-менее там мануфактурном механизме возможно есть какое-то перерождение от тага ну и сейчас то что вот эти они супер дорогие там за сто 30 до тысяч выпустили как раз монако хватает хронограф сплит там дорогущие типа там топ из топов но тоже я об этом говорил в видео где мы обсуждали тему не до люкса и что так хоер все-таки пока что находится в премиальном сегменте они в люксе и то что они лезут вот такими закидонами с турбионами или вот с такими сплит хронографами лимитированного производства от монако но мне кажется это не не то пальто и не туда они в принципе лезут вот поэтому первая моя такая любовь часовая стакхойр она случилась и потом случилось разочарование и ненависть а сейчас наверное и какая-то стадия последнее принятие и уже такого не приятного воспоминания с улыбкой с юмором и ты уже даже не не злишься и никого ненавидишь а просто желаешь удачи этому бренду и даже и радуешься когда видишь что они выпускают какие-то новые интересные модели и может быть как-то поправится прицел и ближайшие годы может быть такое выйдет на более какой-то нормальный уровень и самое классное бы они вот если они это уже начинали делать выпустите лимитки без надписи так да то есть чисто хоер какой нибудь там классным был ручной завод хронограф с надписью хоер да там лимитка какая-нибудь там 300 экземпляров вот это была бы тема хорошо двигаемся дальше чтобы на так хоер сильно не буксовать потому что это сильно популярная тема что-то более нишевое что менее популярное но очень интересное о чем я с вами хотел поговорить это вот такой нетривиальный бренд и я думаю что далеко не каждый из вас знает этот бренд это луи манэ напишите кстати кто из вас знаком с этим люксовым брендом и видел его часы даже хотя бы обзоры не говоря уже в реальности в реальности достаточно сложно их найти там в россии где-то увидеть но тем не менее я сейчас вам объясню это просто пример да мы не будем сегодня там что супер популярное обсуждать это просто пример как может развиваться вкус как может развиваться вот эта часовая любовь переходящая не любовь как раз на примере луи манэ это очень хорошо будет понятно сразу хотел бы сказать что вот лет восемь назад наверное луи манэ были у меня в топ-3 часовых брендов которые я бы хотел иметь и да в топ-3 и причем они были вот были бриге были улис нордан и были луи манэ причем луи манэ были на втором месте ну вот как-то так случилось если говорить что это за часы что это за бренд такой да но здесь нужно сказать несколько моментов это новодел по сути то есть бренд который запущен буквально там 20 что ли лет назад давайте с вами посмотрим перезапущен вот этим молодым человеком кстати очень приятным генеральным директором тире владельцем компании по-моему его зовут жан-мари шале как-то так его зовут вы знаете он создает очень приятное впечатление жан да жан-мари шале креативный директор и генеральный директор ну и по совместительству владелица этого бренда и вот он такой заряженный персонаж он прям любит часы любит что-то выдумывать придумывать и вот видимо было какое-то наличие определенных денег и был возрожден этот бренд которого ну по большому счету который существовал совсем немного а луи манэ луи манэ изначально это вот этот часовщик с грустными глазами который так грустно сидит французский часовщик который делал ну прежде всего каминные часы карманные часы ну такого неплохого качества в том числе для там что-то потом пошло уже там европейские королевские дворы но самый еще здесь интересный аспект вот который меня я помню тогда подкупил что вот эта история что были был найден вот этот хронограф который ну по заверению бренда и тех кто там к этой теме причастен еще в 1811 году был разработан и фишка в том что это ультра высокочастотник то есть внимание 1811 год а машинка работает если надо замерять со скоростью 216 тысяч полуколебаний как вам уровень то есть 28 800 да здесь 216 тысяч то есть всякие там зениты и грандсейки курят в стороне просто человек изобрел 200 лет назад высокочастотник который даст прикурить всем да и на эту историю есть действительно подтверждение сейчас уже как рекорд гиннеса выдан луи мане о том что это действительно изобретатель первого хронографа вот такого и вы знаете там еще есть такая история что он был другом моего любимого любимого абрахама луи бриге и вместе ему там помогал они что-то там создавали вместе вот такая есть легенда у луи мане и у них на сайте это активно представлена эта информация если мы посмотрим там легаси допустим на этом наследие и этот человек презентуется как выдающийся часовщик такой ремесленник при этом любитель астрологии любитель высокого часового искусства создатель первого вот хронографа друг и соратник абрахама луи бриге вплоть до его смерти и много-много всего еще чего да то есть тут поставщик поставщик там французскому двору там чего-нибудь но то есть соуса здесь куча да тут какие-то там часы для наполеона для короля неаполя даже александра первого якобы были эти часы вот 1717 года ну вот тут не кисло да не кисло и ты на это все смотришь и и вот я тогда смотрел и думаю были ну шикарный бренд почему от рынок его не видит и есть какие-то возможности и свои мануфактурные механизмы чё они тупят как бы вот же жемчужина вот он кайф да потом я начал изучать и в какой-то момент вы знаете я конечно настолько провалился в эту тему что я подписался на журнал подписался на журнал бриге я вот вам его покажу сейчас ежегодным был журнал такой вот такого формата он там выглядит присылали и суть в чем вот я вот до него подписался читал информацию смотрел и вот в этом журнале номер два синенький такой если будет кто-то искать находить кстати очень полезные коллекционные такие вещицы на странице 87 или нет а нет на странице 84 я такой на расслабончике сижу читаю журнал не пью чай и тут вижу что тут в чем фишка что абрахаму и бриге задумал написать книгу то есть трактат вообще о часовом деле там примерно тысяча страниц и вот он хотел это все как-то описать собрать все свои знания и оставить после себя этот труд тысячу страниц и здесь я вижу информацию затем бриге пришла идея воспользоваться услугами знакомого луи манне часового мастера из буржа нам известно нам неизвестно как долго манне работал в мастерских на набережной ну вот где находится мастерская бриге бриге которые в ту в то время были центром притяжения ладность лирика 1819 году дело сдвинулась мертвой точки и луи манне был назначен внимание секретарем конторщиком специально для подготовки рукописи столь дорогого сердцу бриге трактата ему было назначено жалование в ты и в 4000 франков в год за выполнение этой важной миссии дальше здесь описывается то что они вместе четыре года работали то есть он записывал луи манне все записывал собирал из разных обрывках вот чтобы написать эту книгу и бриге ему предоставлял все все записи да манне проводил долгие часы перерабатывая и придавая форму существующим записям и слушая замечание абрахаму луи бриге который читал перечитывал и исправлял написанное этот процесс без сомнения принес бы результат если бы между манне и младшим бриге не пробежала кошка сказать что они не ладили значит не сказать ничего в чем была суть конфликта неизвестно у сына бриге был сложный характер но тут описывается в том формате что в итоге сын бриге как бы отца отговорил по большому счету сотрудничать с манне сказал что он там ненадежный человек что он слишком плохо на тебя влияет что ты уже там старенький своему отцу он говорит и он тебе там по ушам ездит каким бы причинами не объяснялся данный конфликт он достиг критической точки в июле 1823 года и завершился внезапным уходом муане который покинул мастерскую на набережной забрав незавершенную рукопись собой два месяца спустя 17 сентября 1823 года абрахаму и неожиданно умер так и не дождавшись выхода в свет своей великой книги последующим антуан луи бриге это вот сын абрахаму луи бриге несколько раз требовал от муане вернуть черновики но тот упорно отказывался это сделать бриге младше даже подал в суд на мане потом 5 января 1825 года муане обязали вернуть рукопись бриге только через суд но и здесь вот подобное описание и от когда вот это все читал ты сейчас здесь страниц рукопись я когда вот это читал я думаю стоп 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 это немножко отличается от той версии которая вот на сайте луи мане и в маркетинговых во всех брошюрах где их называют лучшими друзьями его соратником изобретателем который там подсказывал абрахаму и как что делать а вот здесь вот версия понятно это с другой стороны версия со стороны бриге дома да и музея такая версия что он стырил у него тетрадку что он был в итоге не просто каким-то мастером там помощником а он был конторщиком который записывал до мысли то есть у него был оклад и он был просто писарем о бриге и это немножко другой совершенно формат чем нам вот здесь рассказывают вот в этих историях создатель создатель хронографа и как я вам зачитал выше что даже на несколько месяцев во первых не в несколько лет были эти все тетрадки в доступе потом несколько месяцев он вообще стырил эту тетрадку и она была у него ну тетрадка я условно говорю да поэтому я не удивлюсь вот небольшое такое историческое расследование я не удивлюсь что на самом-то деле изобретателем первого высокочастотного хронографа был никто иной как абрахам луи бриге а луи мане просто стянул тетрадку и может быть своими силами может быть у кого-то заказал помощь изобрел этот хронограф вот эта датировка 1811 года естественно она идет постфактум и это сложно как-то проверить да как в каком году он был изобретен поэтому но я вот на 97 процентов уверен что это очередное изобретение абрахам луи бриге на самом деле потому что человек который изобрел все на свете в часах ну просто вот куда не посмотри это все изобретено абрахам луи бриге и почему бы он еще и не изобрел хронограф особенно что почему-то его изобрел якобы тот человек который сидел в тетрадках абрахаму луи бриге 4 года и записывал за ним идеи то есть мне кажется достаточно очевидно Это вот что касается такого исторического расследования. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Если же говорить про современные какие-то модели, давайте не будем сильно в дальние дали, они мне напоминают, знаете, такой микс где-то, с одной стороны, Джейкоба Энтко, вот современные прям вещи, с другой стороны, не знаю, Буве и еще что-нибудь такое экстравагантное. То есть абсолютно неносибельные вещи, как правило. Но если Буве делает все сам в замке в Флорье, в красивом замке братьев Буве, и там действительно мануфактура со всеми делами, и Паскаль Рафи просто сумасшедший старичок, который супер заряжен своими часами, то здесь я убежден, что это на 100% маркетинг. Причем начиная с истории создания и того, кем был этот выдающийся человек, и кем он не был. Я думаю, что здесь очень много всего нагромождено. И заканчивая вот ритейлами, текущими моделями, то есть там все, мы сейчас тоже это чуть обсудим. Я не буду сильно растягивать здесь баян, но чуть-чуть вам интересных аспектов расскажу. Что касается моей любви и нелюбви, у меня все началось здесь с того, что я увидел часы. Я вот не могу их, к сожалению, найти. Они были со львом. Вот я их так и не могу найти, таким 3D-шным львом стилизованным. Очень круто они выглядели. Понятно, что здесь шайбы по 43,5 мм, то есть они бы на меня, конечно, здесь не подошли. И это другое дело. Потом у них вот много таких линеек а-ля российский, русский орел, двухглавы. То есть у них вообще ориентир сейчас по продажам. Это вот до этого была Россия, очень много СНГ. И не Азия, а Эмираты и все, что вокруг. То есть Ближний Восток. Но российский рынок у них сильно прям был развит. То есть это вот эти орлы, видимо, для депутатов. Это какие-то нефтяные вышки. Это Space Walker, кстати, интересная модель, которая посвящена Алексею Леонову и космосу. Это, кстати, интересная такая тема. И здесь в стиле вот как раз Jacob & Co. Огромный бриллиант. Он в каретке турбионов вращается по циферблату. Это, кстати, интересный такой соус, интересные часы. Они, кстати, активно используют разные камни в обработке, ну, в циферблате. То есть метеориты, разные там окаменелости, какие-нибудь там пальмы, которые сто пятьсот тысяч лет. То есть всякие такие приколы. Очень много у них в наличии. Мне нравилось очень сильно несколько моделей, которые более доступны по цене. Вот одни из таких часов с открытым балансом. И мне нравился формат, что они вот располовинены. То есть с одной стороны у нас такой гелюше и более классический дизайн. С другой здесь такой хай-тек, не знаю, такой индустриальный, с открытым балансом и с малой секунды. Мне казалось это очень круто. В основном они из титана, 43 там с хвостом миллиметра, диаметр. И лимитка 365 экземпляров. Но здесь, знаете, у них с лимитками такая беда есть определенная, потому что вот такой цвет, лимитка 365 штук. Чуть-чуть синим, вот здесь сделали, не знаю, вот эту штучку синим. Потом еще лимит 365 штук. Потом сделали из стали или из титана. И здесь еще синенькая, еще там 28 штук. Да, и вот шлепали эти лимитки бесконечные, которые чуть-чуть чем-то цветом или чуть-чуть какой-то где-то надписью отличаются. То есть мне кажется, это немножко тоже странноватая история. Ну, по отделке неплохо. Я скажу честно, что я подобные часы в жизни, мне удалось их померить. И это тоже было одно из разочарований, потому что, ну, они сидели как на коровье седло. То есть действительно были большие для меня часы. И вот эта легкость титановая, как-то у меня был дисбаланс. То есть с одной стороны гигантская такая шайба, с другой стороны очень легкая. И вот это все вместе как-то в итоге не совсем мне понравилось. Хотя я до сих пор считаю это красивыми часами. Но просто ряд моментов меня смущает. Помимо вот того, что я еще сказал, да. Сейчас я вам это все расскажу. Потом у меня было вот просто наваждение вот с этой лимиткой. Это Метрополис лунные часы. Здесь фишка в том, что они такой полоскелетон. И сделаны под поверхность Луны. И это лимитка, которая посвящена творению Жюля Верна. Путешествие вокруг Луны, или как-то так называется оно в оригинале. Очень прикольные часы, как мне вот казалось. Кстати, здесь очень качественный у них двойной аллигатор ремешки. Тоже очень такой неплохой соус. Да, вокруг Луны вот 150 лет роману Жюля Верна. Я очень люблю Жюля Верна, очень люблю приключения. И мне показалось, вот смотрите, какая подача. То есть такой книги кожаной, сертификации, дела с такой печатью. То есть соус для продажи очень-очень неплохой. И еще здесь фишка, что вот в этом на трех часах есть капсула, где у нас такая как таблеточка. Ну, якобы легенда гласит, что это часть Луны. Я думаю, блин, ну то есть и вот это все, и Жюль Верн, и бренд, который мне очень нравился, и кусочек Луны. И вот, ну выглядит все это супер как-то экстравагантно, но супер круто. Вот я на это смотрел, смотрю, думаю, блин, ну что еще надо, да, как бы супер. Свои там механизмы, ну классно же, да, то есть смотришь, вообще зашибись. Потом я уже начал погружаться, да, когда в тему начал вот быть занудой и лазить, смотреть про механику, про историю. То, конечно, пошло разочарование. И от вот этого пика влюбленности, которая пришлась на вот эту лимитку 60 экземпляров, посвященную Луне, я серьезно, я прям думал, что когда-то у меня будут такие часы, они у меня были в супер приоритете. Я никогда об этом никому не говорил, вот сегодня по секрету вам рассказываю просто страшные вещи. Вот, и потом я вот смотрел, номинация была на GPSG у вот этих часов, которые, одни из тех, которые мне очень нравились. И я читал, читал, что-то смотрел. Тогда еще, кстати, в ритейл был 12 тысяч франков, потом он стал, по-моему, 13 900 или что-то в этом духе подорожал. И я тут читаю и думаю, так, про механизм, что он разработан концепта. Думаю, что за концепта такое? Начал изучать, смотреть, что за калибр, концепта, что это такое. И пришел к удивительному открытию, что есть такое ателье в Швейцарии, которое называется концепта. И которые, знаете, ну, серьезно так занимаются часами. Вот, действительно, мануфактура, которая разрабатывает, делает и делает классную отделку для механизмов в таких промышленных условиях. Если мы, ну, давайте, чтобы здесь не мотать сильно, я вот вам покажу вот этот сайт. Я, кстати, на него потом могу оставить ссылочку на эту статью. И вот здесь написано, что там 20 лет назад Валериан Жаке, да, вот, создал эту компанию. Сейчас там работает 160 сотрудников. Они делают от 30 тысяч до 40 тысяч механизмов в год. И у них аж 40 клиентов. Я думаю, ни хрена себе, 40 клиентов. Это было прилично. И они делают реально там кучу механизмов. У них есть стандартные. Но вот обратите внимание, для кого они делают механизмы. Вы здесь увидите очень много знакомых историй. Здесь написано, что они делают механизмы для Джейкоб энд Ко. И сразу ты не удивляешься, почему чуть где-то вещи от Луи Мане похожи на Джейкоб энд Ко по механике, по оформлению. Они сделали тончайший механизм для октофениссима. Между прочим, вот про который все там часто говорят. Это сделал ателье концепта. Они делают вещи для Убло, хронограф Биг Бэнк. Они давно и долго сотрудничают с Луи Мане. Вот здесь написано. Дальше делают механизмы для Диор. Я не знаю, что. Брайтлинг, что меня удивляет. Зинн и Порше Дизайн. Вот такая история. И у нас появляется факт, что нет прям ничего уникального. То есть, есть механизмы 30-40 тысяч штук, которые делают для Убло Джейкоб энд Ко. И в Луи Мане, вот здесь, если мы говорим, это базовый калибр совершенно с очень механической такой спокойной обработкой, которую в одной из статей, которую я читал, человек назвал, забавно назвал обработка в стиле гриба. У грибочка есть, да, вот такая, как волнушки такие, да. И в чем-то я, наверное, согласен здесь с этим сравнением. Вот. И получается, друзья мои, что у нас есть с вами? У нас есть с вами ателье концепта, которое все делает для вот этих хлопчиков. И, насколько я понял из всей информации, что я изучил, что они не только проектируют, собирают, делают отделку и там корпуса для Луи Мане. Они просто делают все. А Луи Мане остается, Луи Мане остается что? Остается завернуть это в красивую упаковку с красивым бантиком, с соусом изобретателя хронографа высокочастотного. И массу красивых историй, что он был лучшим другом Амбрахама Луи Бриге, что до последнего он держал его руку, пока тот не умер и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. А история то, что вот в других источниках, то, что он был просто у него на работе и записывал за ним мысли, а потом стырил тетрадку, об этом как бы особо никто не говорит, к сожалению, на сайте Луи Мане. И получается, что у нас с вами есть очень много красивых историй, но если чуть-чуть копнуть и вот чуть-чуть подетективить, поизучать информацию, то получается не истории, возможно, не изобретений. И вот то, что современные, это просто такие поделки, просто маркетинг, то есть абсолютно коммерческая история с красивым соусом, с интересными аспектами, но это стопроцентный маркетинг. Видимо, поэтому, именно поэтому, и мы не видим каких-то на ключевых аукционах, мы не видим, чтобы Луи Мане вообще были часы, их просто нет на аукционах, кроме Only Watch, где там, понятно, мы не видим, чтобы на GPSG они побеждали. Они все время в номинантах, они туда щемятся, но им не дают никогда премию особо. То есть они вроде бы есть, а вроде бы их как-то и нет в итоге, да. И вроде симпатичные часы есть, вот мне нравится 20-секундный вот этот, допустим, ретроград у них там, да. То есть нет, часы выглядят симпатично, да. Ну, еще раз говорю, что вот эти часы мне очень нравятся в дизайне, в идее, в соусе с Жюлем Верном, понятно. Но стоят ли они там 16 тысяч долларов, ну, я думаю, что нет. Кстати, когда я хотел вот эти часы, вот эти часы, на них ритейл отбыл 12-13 тысяч франков. Я тогда находил на Хрона, помню, Дубае, допустим, в Штатах были варианты от пятерки. Я еще думаю, блин, стоят там условно 13 тысяч долларов ритейл, а новые в пленках за 5-5500 продают. Как-то странно, да. И мы сейчас, если даже вот Хрона откроем, мы увидим вот похожую модель в белом цвете 6500. Ну, естественно, здесь по скидосу и, скорее всего, даже не там с поторговаться и за 5500 вам их отдадут. Не ношенные, пожалуйста, 6600, да, вот в таком светлом цвете. Вот здесь тоже они добавили вот синюю вот шайбочку здесь, синюю окантовочку здесь. Пожалуйста, ребят, у нас лимит, да, сколько, 28-12, что ли. Да. Ну, то есть выжимают из пальца, знаете, вот сделали чуть-чуть другую стрелочку другого цвета. У нас новая лимитка, ребят, покупаем. Блин, серьезно, что ли? Ну, я не знаю, как это назвать, это странно. Вот тоже, как я вам показывал, только здесь они, по-моему, стальные и синяя здесь окантовочка. Все, пожалуйста, сразу 8000. Не 8, ну да, 8000 и 28 штук. Да, то есть, ну, камон. То есть, все по скидосам, в основном все новое, не ношенное, потому что это никто не покупает. Ладно, там БУ, там, затертые, да, уже там. Но это новое часто бывает. Раньше за 5, сейчас вот вижу там 6-6500, к примеру. Также на российском рынке, если они появляются, они с очень большими дисконтами. И не знаю, кто покупает такие часы. Если у кого-то они есть или у вас у кого-то знакомого есть, вы напишите. Вы, кстати, на меня не обижаетесь. Ребят, если я кого-то чувства верующих каких-то зацепил, помните, как сегодняшнее видео называется, друзья мои. Пожалуйста, помните, как сегодняшнее видео называется. И сегодняшнее видео мое – это больше крик души и вариант такой философский вас зацепить и с вами вместе подискутировать в комментариях. Вот было ли у вас так, что от любви до ненависти всего один шаг, и если вот вы чуть-чуть погрузились, и те часы, тот бренд, который вы страстно хотели, вдруг вам разонравился. Или даже они у вас уже были в коллекции, в сете, и вы что-то узнали, или какие-то случились вещи, и вы отказываетесь, продаете их там даже значительно дешевле, чем покупали, только потому, что что-то вам не понравилось в маркетинге, или в истории, или то, что вы узнали какой-то факт про эти часы. Давайте, наверное, будем завершать это видео, чтобы оно не было бесконечным. Немножко я опять с вами заболтался, хотел сделать его минут на 20-30, но опять вот меня немножко бомбануло и решил вам побольше здесь рассказать. Итак, давайте к выводам, и будем завершать это видео. Итак, было ли у вас такое? Еще раз, какие это часы? Прямо напишите в комментариях. Интересно услышать, интересно узнать. И не просто напишите, да, такие-то часы, там, такое карейра, а почему? Вот хотя бы там 2-3 строчки, почему так случилось? Почему они были любимыми, и почему вы стали их не любить? Захотели от них избавиться, допустим. Почему так случилось? Что на вас повлияло? Что для меня важно, и что может повлиять на это решение, на эту часовую любовь, и потом ненависть, нелюбовь? Есть ли реальная история? Или это маркетинг, соус, просто вот большой бант красный, которые навязали на какую-то непонятную коробку, и нам продают под каким-то безумным соусом? Есть ли сила бренда? Действительно, уважают ли этот бренд? Или даже вот на аукционах нет этих часов, никто их не покупает? На хрона по скидосам минус 70%, они висят новые. То есть, есть ли сила бренда? Вообще его знают, его уважают, или это какая-то фигня? Что с механизмами? Это делает кто-то на стороне, они туда суют селиту бесконечную, продают за 10 тысяч долларов? Или базовые механизмы концепта, которые вот здесь стоят за 15 тысяч, потом в углу где-нибудь с базовой отделкой похожий механизм. То есть, или у них есть свои мануфактурные, или кто-то для них все время делает. И тогда скажите, да мы не часовая компания, мы не мануфактура, мы дизайнеры и продавцы часов. И это будет достаточно честно тогда. Какой рынок? Да, что происходит с рынком этих часов? Их укатывают, их вообще покупают, не покупают? Кто-то знает про эти часы, или их никто не покупает, никто не знает. Ошибка это или опыт. Вот были там покупка мной и так, хуэр, и желание там очень долго я хотел себе монако, допустим, оригинальное купить. Или вот я кучу, тонну времени потратил на изучение Луи Моне, на поиск видео, на поиск, чтобы мне померить эти часы, чтобы в Питере они где-то появились. И там откладывал на эти часы. Я был близок к тому, чтобы купить эти часы, понимаете? Очень близко. Но потом вот вовремя прозрел и вложил в другие часы. Поэтому опыт ошибки, не знаю, были, наверное, мелкие в моем случае, но я как бы не пострадал. Может быть, кто-то из вас пострадал и была какая-то такая ошибка. И, конечно, лучше получать этот опыт на чужих ошибках. Вот, может быть, мое видео для кого-то станет таким моим опытом, и вы не совершите подобных ошибок. Поэтому я всегда говорю так, вот люди выбирают микроволновку или телефон за 20 тысяч рублей условно, они все изучают, все обзоры посмотрят, все почитают, в 5 магазинов сходят их, посмотрят, проконсультируются. Но покупая часы за 5 тысяч долларов, они это делают вот так быстро. Или за тысячу долларов, неважно, для всех своя сумма. Делают это быстро, не разбираясь в истории, в механизмах, идет им, не идет, что там с силой бренда, как рынок по этим часам. Ничего не изучают, ничего не интересного. Но мы с вами часовые энтузиасты, мы с вами немножечко больные люди, напоминаю про свое видео про часовую болезнь. То есть, и нам же должно быть интересно углубляться, изучать историю, изучать вот этот опыт. Какая цена этой ошибки, цена вопроса? Ну, хорошо, если это небольшая цена, но если вы какие-то люксовые часы купили, еще по ритейлу, не знаю, там за 15 тысяч долларов, а потом они сейчас даже 5 не стоят, ну, ошибка, наверное, это и цена вопроса этой ошибки серьезная. Но надеюсь, что, в том числе, мое это видео убережет многих из вас от подобных ошибок, и вы не будете платить такие цены за свои ошибки. Открывайте для себя новые часы, очаровывайтесь часами, влюбляйтесь в них. Желаю, чтобы вы не так часто разочаровывались и проходили этот один шаг от любви до ненависти. Надеюсь, что все-таки вы будете более точно выбирать свои такие часовые влюбленности и с ними как-то идти по жизни, не разочаровываясь, не разлюбив. Все на этом сегодня. Вот такое видео получилось. Немножечко экспериментальное, немножечко философское, немножечко мы с вами сегодня почитали журнал Бриге, немножечко поизучали историю, маркетинг и узнали, что такое ателье и концепты. Кстати, классные ребята, они делают интересные вещи, но просто вот, быть может, не для базовых часов Луи Мане, там все достаточно просто. Все на этом. Всем успехов, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк. Автор старался, вы видите, что нетривиальная информация, интересное видео и вряд ли вы на другом канале что-то подобное вообще когда-то увидите, потому что все несут пургу и показывают одно и то же, нахваливают все часы. А мы здесь с вами вот говорим на более такие необычные, небанальные темы и именно поэтому я знаю, что многим из вас нравится мой канал и я чувствую обратную связь от вас, поддержку и это меня мотивирует продолжать аж по два видео в неделю записывать уже больше года, года полтора уже, да, наверное, где-то. Все, на этом всем успехов. Ставьте лайк, пишите свой положительный комментарий. Если есть у вас вопросы по коллекции, по каким-то часам, по какому-то бренду, вы можете всегда со мной связаться, мне написать, контакты есть в описании, ссылочка на сайт есть. Вам большое спасибо за доверие, за внимание. Увидимся в следующий раз на этом же канале. И помните, что какие бы крутые у вас часы ни были и как бы вы ими ни были очарованы или разочарованы потом, самое главное это то время, которое они нам показывают, да, поэтому берегите время, это самый главный актив и тратьте его только на самые интересные вещи и на самых интересных людей. Всем успехов, до встречи на этом часовом канале. Всем пока, хорошего выходного дня.